То есть это некая одинаковая для всех технология риппинга? Нет, это принцип. Он реализован в нескольких технологиях. И различные технологии могут давать разную точность копирования. В качестве примера можно взять нашу технологию SafeR, SafeRipping, которую использует программа AUI Converter. Ее разработчик, Юрий Корзунов, прошел путь от использования стандартных и внешних open-source платформозависимых инструментов до создания полностью собственного мультиплатформенного алгоритма, который обращается непосредственно к приводу для чтения диска через операционную систему компьютера. Это дало AUI Converter непосредственный контроль над процессом чтения, дополнительную информацию и гибкость при обработке данных с оптического аудиодиска. Хорошо, давай вернемся к низкоуровневому контролю. Как это работает на практике? Это как-то связано с железом? Именно. Современные CD-приводы достаточно умны. Они умеют сами помечать данные, в прочтении которых не уверены. Для этого существуют специальные флаги ошибок. Технически они называются флаги C2. Когда программа видит такой флаг, для нее это сигнал. Ага, вот здесь, скорее всего, проблема. И что она делает? У нее есть несколько прочтений этого проблемного кусочка диска. Причем Ripper делает это так, чтобы обойти кэш память привода. Это делается для того, чтобы попытаться заставить привод каждый раз обращаться напрямую к физической поверхности диска, а не читать уже считанное из кэша. Чтобы каждый раз получать показания? С чистого листа? Точно. А после этого программа собирает все эти многочисленные попытки чтения и проводит статистический анализ.